Чже Дук О из обычной корейской семьи. Папа служащий офиса, мама домохозяйка, старший брат увлекается робототехникой. Последние 7 лет она видится с ними только во время каникул, не считая 2-3 звонков по скайпу в неделю. Музыка их не связала, а наоборот разлучила. Еще в детстве хобби Чже Дук не нравилось родителям и раздражало брата. Когда с детства я занималась на фоно, ему это не понравилось, потому что когда звучит красиво, но когда занимался, одно и то же повторяю, 30 минут, медленно играю, то есть не в форме. Это ему очень мучился, и он сказал, не надо играть, зачем ты играешь? Тогда она и сама не знала зачем, просто нравилась. Всему виной диск классической музыки, который Чже Дук послушала в детстве. Потом появилась фоно, затем музыкальная школа, а продолжилась эта история уже в другой стране. Сейчас Чже Дук студентка 5-го курса Московской государственной консерватории имени Чайковского. Как и многие ее соотечественники, кореянка поехала учиться классике у русских. Когда, например, корейцы, я тоже и другие играю, стараюсь, чтобы звук был хорошо, но это уже независимо от физических что-то. И если хочется звучать как, правда, хороший русский музыкант, это уже надо преодолевать и учиться. Ее кумирами всегда были Владимир Горовец и Святослав Рихтер, а сейчас Чже Дук может похвастаться афишами с собственным изображением. В ноябре лауреат престижных музыкальных конкурсов Румынии и Италии приехала в Курск по приглашению Камерного оркестра КГУ. Здесь кореянка пробыла три дня. Я сначала утром приехала сюда, потом в комнату, в которой я буду ночевать. И после этого я сразу на репетицию, чтобы с оркестром попробовала. После этого я там нашла одна девочка хорошая. Она в Москве была, и мы друг друга уже знали. И с ней я погуляла на улице и вернулась, и все, уже день кончился. Курск встретил кореянку солнцем и, по ее словам, свежим воздухом. Город Джедук понравился. А сравнить ей есть с чем. Девушка уже прокатилась по Золотому кольцу России. В творческих размышлениях и прогулках она совсем забыла о времени и опоздала на репетицию. Переобуваться Джеду пришлось уже на сцене во время исполнения 23-го концерта Моцарта. Классическая музыка «Атмосфера» просто для людей кажется чуть-чуть немножко другой мир, чем как обычная такая современная музыка. И иногда не подходит к душе, я думаю. Но там в нем есть истинная мысль. И очень честная музыка, я думаю. Сейчас русский язык Джедук знает лучше, чем английский, хотя в 2005-м не понимала ни одного слова. Зима уже не кажется такой холодной, как в первый год. Роллом теперь она предпочитает борщ, а имбирю – петрушку. В ресторане я хотела борщ. Я не знала, ага, суп – это борщ. Я один раз так попробовала, но мне очень понравилось. И да, русская кухня, конечно, интересна. У нас обычно рис и суп и остальные, все вместе на одно время мы ем, а мы и кушаем. Но русский сначала первое блюдо, потом второе блюдо. Так идут, да? Это интересно. Джедук 23 года, и о собственной семье она еще не задумывается. У корейцев этот возраст считается неподходящим для брака. Сегодня она полностью посвящает себя музыке. Девушка любит классику, но и не забывает о современных произведениях. Тем более сейчас, когда корейская музыка на пике популярности. А, как на стае, вот это. Люди все, знаешь, в Корее все пугали, потому что, конечно, в Корее сначала было это очень известным, стал. И потом вдруг, неожиданно в мире так звучали вот эти музыки. Поэтому я не знаю, но он, в общем, вот этот певец очень хороший, но интересный и смешной такой. Да, все так думают. Как и положено студентам, русская кореянка живет в общежитии, общается с соотечественниками и ведет свой дневник. Несмотря на теплые чувства к столице и самой большой стране в мире, Джедук после окончания консерватории планирует вернуться в Сеул. Хотя, если понадобится, она готова к переезду в любую страну мира.